Друзья, я от всей души приветствую вас на канале Строй Дом своими руками. Но сегодня у нас тематика не строительная. Сегодня наконец-то мы едем снова на отдых. Помните, как мы в прошлый раз, самый топовый видос, который есть на канале, он как раз об этом и рассказывает. Нужно иногда отдыхать. Сейчас 8 утра, мы собираемся. А едем вы знаете куда? На Кубу. Друзья, мы въезжаем в республику Горный Алтай. Сейчас мы водички наберем и дальше поедем. Черемшанские. А, холодная, блин. Ледяная. Вообще. Вот тебе крышка, вот эта. Я пошел наливать в двадцатку. Только давай мне вторую, наверное. Заправляем машину чистейшей черемшанской водой. Приехали в Чемал и осталось только понимание того, что занято ли наше любимое место, которое вы уже видели не раз на канале. Хочу посоветовать вам не переключаться, потому что сегодня я, как и обещал, покажу красоты Алтая с квадрокоптера. Ну, я думаю, что кадры будут просто шикарные. Нам прям очень сильно фортануло, друзья. Это место вы знаете уже. Тут мы и баню строили, и все что угодно. Уже шишки убираем. Сейчас мы здесь поставим палаточку. И, 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 и. Надо машину сейчас куда-нибудь запарковать. Только мы приехали, и отсюда уехали ребята. И все. И у нас просто четыре дня будет классного отдыха здесь. Братцы, если вас не затруднит, прежде чем начать, давайте продвинем это видео немножечко в поисковой строке Ютуба вверх. Для этого всего лишь нужно сделать репост, поставить лайк и написать какой-нибудь небольшой комментарий, примерно из четырех или трех с половиной слов. А мы продолжаем. Это канал «Строю дом» своими руками, сами понимаете. Сегодня мы строим палатку. Завтра будем баню, костер и так далее. Будет весело. Кстати, сегодня у Женьки день рождения. Можете поздравить. Ты больно стоишь. Я просто на узлы кожусь. Ну, чтобы твои дети качаться будут. Дети, вы чувствуете, что все ради вас? Да. Так, ты нашла доску, да? Вот. Какую берем? Чтобы все вот эту, потому что это прям втыкается в палатку. Ну, ее же надо как-то зафиксировать. Ну, вот эту вот. Давай сейчас сделаем пропил. Вот здесь небольшие пропилы, да? И веревку вставим. Ну, вряд ли надо держать будет. Да не, будет. Смотри, какую штуку я с тобой взял, дочек. Давно мечтал попробовать, но сегодня прям сама судьба. Самое что прикольное, фиксируется вообще элементарно. А здесь просто отгибаешь и вставляешь. И все. Догоняй, догоняй. Так, из какой будем делать? Вот из этой. Все, сейчас запил здесь, сделаю. Прикол. Вот так, да? Пройдет. Ну, я думаю, сейчас как-нибудь. А, на потолще. На вот эту, побольше. Пойдем вешать. Проверяем. Нормально? Да. Держит. Дай, пожалуйста, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Друзья, сегодня мы чествуем праздник. Чествуем. День рождения. Чествуем ветерана. Моей. Короче, все. Всем доброе утро. Как говорится, время разбрасывать камни и время их собирать. Мы строим баню. Баня должна быть хорошая. Погода вроде как восстанавливается. Так, пока мы готовим баню, мы готовим, я снимаю. У нас здесь, здесь, друзья, вообще просто сейчас в органице такая замечательная штука. Антон сегодня шеф-поваром является. Покажи, Антоха, что это такое. Вчера ловили. Вчера ловили, да. Это кто? Руками. Как его зовут? Форель. Это Форель? Такова красота. Я занимаюсь любимым делом строительством. И буду им заниматься. Вот столько уже построили красоты. Сейчас еще большими камнями так обложим и начинаем топить баньку вот эту. Задача упростилась. В прошлых видосах вы видели просто на трех жердях все складывали. Теперь нам привезли вот такой каркас. Поэтому стало намного проще и удобнее. О, и нам помогают малыши. Секунду назад не было здорово, а прямо сейчас здорово стало. А теперь запускаем карася. Рыбочку. Ну, это так, для вкуса. Я бы это так съел. Ну, расскажи пока, тогда пользуясь случаем, что дальше нужно сделать после того, как это все закипит. Сварится рыбка, разобрать ее. А, разобрать? Конечно. Между друзьями. От косточек. Разобрать мяско от косточек. Потом сварить оставшиеся ингредиенты. Морковочку, картошечку, лучок, перчик. И потом опустить туда уже готовое мясо. И будет готово. Будет вкусно, да? Очень. Я, честно говоря, очень жду плова. Прям хочется вот плов. Когда у нас сегодня, завтра? Ну, я не знаю, наверное, вечером. Ну, уха-то, это же не мое блюдо. Это Ирина блюдо. Это я только рыбу варю. Так что я тут не при дела. Хорошо. Дальше снимаем Иру. Так, а она, ну, надо готовиться к сплаву потихонечку уже, да? Денисыч, на сплав пойдем? У нас сменился теперь повар. Настоящий уховар. Ну, ты расскажи, как все делается. А сюда надо пшено там? Добавим туда травку, перчик, лавровый лист и даже палочку, допустим, да? А, это по традиции, да? Да, 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 дрова. Это как ритуал, говорят. Полено. Держи, закручивай. Некрасивое сооружение оставили предыдущие туристы. Никогда так не делайте, пожалуйста, я вас очень прошу. К сожалению, здесь нет никаких социальных таких вещей, которые просто возьмут и все уберут. Нам придется это все ликвидировать. Мы идем за дровами, но прежде мы должны показать. Как мы опустим. Надо где-то меню хотя бы выложить. Практически главный ингредиент этого блюда, без которого уха не существует. Форель. Это из пельменей. Друзьяшки. А сегодня еще плов будет. Но плововар у нас Антон. Ирэн у нас является уховаром. Все, она сейчас настоится. Надо туда еще 5 грамм этого, снадобья и кочерыжку. Да, и кочерыжку. Ну, кочерыжку же мы хотели. Это попозже. Это уже в конце надо прям... Перед подачей, да? Да. Так, все, пойдемте за дровами, ребята, пойдемте. А, крапива. Могут еще змеи быть, клещи. Опять крапива. 50 грамм туда надо. Не-не-не, побольше давай, макни-ка. Вот, давай прям... О, смотри. Вот это прям по-нашенски. И еще святой воды. Хорош, дети будут есть. Так это святая вода, это нормально. Все к столу. Это будет сметен. Так, давайте подниматься. Так, друзья, ну мы же не можем просто спокойно вот так приехать на отдых, отдохнуть и все. Мы должны сделать маршрут по горной классной реке. Вы слышите ее шуршание уже. И мы втроем. Наша команда это... Да не, Женя, вы, наверное, езжайте. Вам не стоит это видеть. Скоро увидимся. Команда русского экстрима готова к мероприятию. Все тут у нас. Ребята, это просто, это просто супер экстрим. Смотрите, куда мы сейчас. Мосток зайдем? Нет. Давай, наверное, да, здесь будет опасно. Оттуда зайдем под мостом. Ну, вот оттуда. Ты смотри, какие бочкари там. Мы как раз и будем на них. Слушай, ну, втроем мы еще ни разу не ходили. Втроем это уже прям, ну, это русский экстрим. Это опасно, Лех? Нет. Это не все так просто. Нет. Все, здесь раскачаем сейчас. И мы откуда пойдем? Вон, пойдем мы туда. Пойдем. Из-под моста там у Лавко, да? А, он деревянный, прикольный. Вот таких штук надо бояться. Вот таких штук. Поехали. О, видал клык? Смотри, клык, клык, клык. Смотри, клык. Видишь? Уйдем. Нормально. Все. Оп. Все. Давай, 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 давай. Еще, бачкарь. Это расческа называется. Опасная штучка. Вон, смотри, уточки. Вон, 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 слева. Смотри, слева уточки, головки. Вон они. Вон, штук семь. Тоже слав, да? Вон они идут вперед. О, клычара, клычара по борту. Гребем. Женский клык. О, клык. Давай. Давай. Ой, как облевал. Вон. О, клык. Я сейчас ЛЗЧУ налью вон там. Кстати, все. Вон там. Вон там. Прижим. Я тут уже насыщал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно, 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 можно! Баба! Гребем! Все, вот наш дым этого собака. Вон дым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тимон! Кила! Тимон! Да, да сейчас. Вон он! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уфа, Уфа, я первый, прием! Разбойное нападение, есть раненые, нужна помощь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял? А что никто не позвонил? Давай бегом к нам, ты что? Иду. Ну, подходите. Надо закрывать нас сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, давай, дядя Виталья, иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я тапок потерял! Вплывет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам надо пойти туда, где больше папоротника. Пойдемте за мной, дети. Традиционно какой-то хендмейт у нас должен быть небольшой в нашем видосе, правильно? Поэтому мы сейчас научимся с детьми делать очень крутую штуку. Называется она коготь медведя. Может быть, вам пригодится, если в вашем регионе произрастает папоротник. Прежде всего, нам нужно выбрать папоротник с ровным коготком. Выдергиваем аккуратненько вот так его. О, я сразу же выдернул. Смотри, какие коготки. Можете взять мой, можете выбрать себе такой же. Лера, на, держи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, не вырывать весь, потому что он тогда не будет расти. А если вырвать всего лишь один коготок, то ничего страшного с папоротником не будет. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы должны зачистить его. Просто вот так рукой хоп. И у нас получается вот такая вот красивая штукенция. Как пальмочка. Да, как пальмочка. Смотри. Идем дальше. Теперь нужно просто вот отсюда аккуратно начать подламывать. Но не ломать, а подламывать. Делать его мягким. Смотрите сюда. Видите, как я делаю? В одну сторону. Я вот так сначала просто подламываю. И я как бы его размягчаю. Так? Ну, сынок, смотри. Смотри. Вот, берем. И начинаем вот так. А, понял. Вот так его дербанить. Вот. Видишь, я его делаю мягким. Давайте у всех посмотрю как. Лер, ну-ка дай-ка. Смотри. Вот, ты правильно делаешь. Только чуть-чуть надо помягче. Разломать пополам его не надо. Надо просто его вот так размягчить. Вот, смотри. Теперь в другую сторону. То есть нам надо вообще размягчить до того, чтобы этот папоротник превратился просто в шелуху. До вот этого места, до корешка. Держи, Лер. Давай, продолжай дальше. А я свой буду делать. В одну сторону сделали, теперь в другую сторону. И дальше будет самое главное, самый секрет. Никитос, получается? Так, вот этот хвостик, он нам не нужен, мы его просто отрываем и выбрасываем. А теперь, когда я убираю очень аккуратно всю шелуху. Аккуратненько, аккуратненько, у меня остается две жилки. А эти две жилки, они являются двумя нитками когтя медведя. Ну, медвежата у нас небольшие, когти тоже не сильно огромные, да. Давай вот тут отломим, вот так. А вот это все размягчай, кроме вот этой части. Вы уже понимаете, да, что должно произойти? А сейчас покажу. Смотрите, я убрал всю шелуху, и у меня осталась только ниточка и сам коготь медведя. Вот он. Одеваем. Вот так, все. Смотри, коготь медведя настоящий. И теперь ты будешь каждый раз, когда ездишь в Горный Алтай, посвящать своих друзей в охотники Горного Алтая. Настоящих медвежатников. Ой, нет, медвежатники, наверное, не то слово. Вот так, все. Ты можешь. Теперь? Да, это Юля. Все. Или вы пойдете и сейчас тоже научите делать эти когти медведей. Ну, все. Научил? Угу. Посветил? Давай, пойдемте. Так, уже лодку сдул. Сейчас будем ее сушить. Потихонечку собираемся домой. Антон, как всегда, у нас изготавливает что-то чудесное и вкусное. Ну, тут пока выглядит не особо чудесно. Да не, чудесно. Так, это ты кого поймал? Я бы хотел сказать, что да она. Ты перепил? Это простая бройлер. Простая бройлер. Курочка. Утро просто чудесное сегодня. Просто класс. Ну, вот и подходит к концу наше мероприятие. Было супер. Мы попарились в баньке. Мы сделали шашлыки, плов, уху, шурпу, которая была просто вкуснейшая. Что-то могло не попасть в кадры, потому что за отдыхом не всегда брал камеру в руки. От того, что было круто. Мы ни разу даже не сфотографировались, представляете? Просто потому, что некогда. Было супер. Если видео вам понравилось, надеюсь, вы его правильно оцените. Если не понравилось, переходите на другие наши видосы, которых на канале. Слава богу, уже штук 170-180, не знаю точно. И увидимся с вами на стройке. Так, ребята, небольшой постскрипт для гостей и жителей Алтая, Республики Алтай. И наших замечательных друзей, которые приезжают сюда любоваться этими просторами. Посмотрите, в каком виде мы оставляем лагерь. Сейчас мы вывезем весь мусор, соберем тот мусор, который вон там остался. И сделаем Алтай чуть-чуть чище. Это не какой-то просто треп. Это очень полезное и правильное решение, которое должно, я думаю, принять каждый. Все. Рад был вас видеть. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок